Десятки невероятных шляп и головных уборов можно было увидеть на четвертом семейном фестивале Шапка-фест. Традиционно он проводится в музее-заповеднике Горки-Ленинске. Элегантные экстравагантные шляпы прекрасно смотрятся в антураже английского и французского парков и исторической полюстрады. У нас достаточно уже такая публика своя. Мы бы сказали, к нам ездят уже те, кто знает, как у нас проходит мероприятие. Мы очень рады всегда приветствовать здесь Лигу Мастеров из Домодедова. Просто мастеров, которые приезжают и предлагают свои работы. Активности на фестивале на любой вкус. Мастер-классы, выставка продажа головных уборов, ярмарка и шапка-концерт. Специальная фотозона с множеством шляп. Все дело в шляпе. Этот небольшой аксессуар не только задает тон всему образу, но даже позволяет немножко путешествовать по времени. Вот это, мне кажется, года 80-е. Это что-то современное. Ну, а эта шляпка явно века из 19-го. Светлана Косолапова с удовольствием надела старинный костюм, не забыв, конечно, о шляпке. Образ, кстати, точь-в-точь, как в журналах «Модный курьер» и «Вестник моды» более чем вековой давности. Женщина признается, что и в повседневной жизни не забывает о головных уборах. Женщина в шляпе, она выглядит по-особенному. Она очень женственная, она очень притягательная, так скажем. Я думаю, что все мужчины будут заглядываться, если вот, ну и так и есть. Женщина идет одна в шляпе, все на нее смотрят и оборачиваются. Это должно быть сейчас в моде. Главной изюминкой фестиваля стала шляпная дефиле, где участники продемонстрировали креативные головные уборы, созданные своими руками. В этом году лучшим признали творение под названием «Карнавал» авторства Натальи Муртищевой. По ее словам, несмотря на внушительные размеры шляпы, носится она легко и, самое главное, азартно. Идея родилась быстро, но чтобы ее собрать, пришлось так немножечко потрудиться, там, поискать маски, потом ее закрепить на шляпе, потому что, ну, она должна держаться, да, а не так, чтобы она развалилась вся. Ну, недельку, наверное, думала, ждала материала и вот за неделю, наверное, она у меня соорудилась. Завершился «Шапка-фест» награждением победителей. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.